Итак, третья часть нашей дискуссии называется «Убеждение традиции предания». Если грех – явление духовное, значит надкультурное и вневременное. Поступок, который Бог определил грехом, был грехом тысячу лет назад и будет грехом тысячу лет спустя. Итак, равным образом не существует греха китайского, немецкого или русско-американского, а культурные отличия существуют. Это значит, что в каждой культуре и в каждом поколении есть области, которые по-разному воспринимаются представителями других культур и поколений. Особенно болезненной бывает реакция на стыке эпох или при интеграции одного народа в культуру другого народа. Или когда мы судим о том или другом явлении на расстоянии, не учитывая исторический и культурный фон. Некоторые вопросы для обсуждения. Это невежество или сознательный, лукавый ход отдельных лидеров церкви, когда они смешивают культурные аспекты и грех в единое целое. Когда культурным особенностям придают духовный, то есть греховный смысл. Какие из наших традиций, которые мы привели с собой в Америку, за последние 30 лет жизни в эмиграции претерпели изменения? Можно ли сказать, что изменилась истина, или мы изменили истине? Или всего лишь изменились подходы, мода на прически, на одежду, на форму ведения богослужения и так далее? В таком случае, почему 30 лет назад пасторы преследовали и жестко критиковали те вещи, которые сегодня абсолютно приемлемы? Возможно ли разделить истину Писания, которым мы должны оставаться верными, но быть гибкими в вопросах культуры, которые свойственны меняться со временем? Пожалуйста, приветствуйте основных участников нашей дискуссии. Мир вам, дорогие друзья, спасибо большое за приглашение, за возможность участвовать здесь. У меня история уникальна тем, что я вырос и сформировался в двух, даже в трех разных культурах. И эта тема для меня очень близка. До 14 лет я воспитывался в Украине. С 15 лет до 20 лет я жил во Франции в семье у одного пастора. И с 21 года и старше я уже формировался здесь, в Америке. Это позволило мне видеть христианскую церковь в разных культурах. И интересно то, что называлось грехом в Украине, вдруг стало не грех во Франции. Учитывая то, что это 15 лет возраст, это такой вот еще не сформировавшийся подросток, молодой парень. Например, у нас в церкви хлопать было грех. И когда я приехал во Францию, попал в христианскую церковь, вдруг там хлопают. Вы представляете, какое это... Люди идут в ад. Я просто как молодой подросток, мне просто было жалко этих людей, недуховных. И я не знал, как им помочь. Например, играть в футбол. У нас раньше это было грех. Я приехал во Францию, и там это было абсолютно нормально. Мой папа рассказывал мне, что он исповедовался перед служителями за то, что он играл в футбол. И друг перед другом исполнился. Нет. И за свадьбу родителей вспоминаю, что папа рассказывал, что они проехали и сигналили на мотоциклах. Ява, кто помнит. И просто посигналили. Много раз в течение их путешествия. И после этого его чуть не отлучили от церкви. И представьте, какой стресс у молодого парня сразу после свадьбы, который был очень активный в церкви и в служении. И, конечно, мне было трудно разобраться, как подростку, как молодому человеку, кто прав, кто заблуждается. И причины, почему смешиваются культурные аспекты и грех в единое целое. Первое, я думаю, допускаю, что некоторые пасторы, возможно, специально манипулируют обществом, называя некоторые вещи грехом. Хотя это вообще не относится к этой категории, это больше традиции, церковные постановления и никак не подтверждается Писанием. Но так легче управлять. Иногда, кажется, легче держать народ в страхе. Но сегодня мы видим, что это стает все труднее и труднее, потому что христиане сегодня сами стали больше понимать истину. Раньше из истории церкви мы знаем, что верующие люди вообще не читали Библию. А сегодня, читая Писание, изучая ее, мы сами начали различать, что есть грех, а что есть просто культура или церковные постановления. И когда люди предоставляют эти факты нам, задают нам трудные вопросы, то мы попадаем в другую проблему. Как служители, нам иногда трудно признать, что мы где-то ошибались. Смирение и признание — это трудно. Но я хотел бы обратиться ко всем и сказать уверенно, я верю, что признание ошибок — это не есть слабость. В поддержку служителей хотел бы сказать, что я верю, что, возможно, большинство из этих служителей, они никак не делали это умышленно, не имели никаких таких коварных ходов или лукавых, чтобы как-то манипулировать обществом. Но просто со временем приходили к более зрелому пониманию библейских истин. Появились библейские школы, комментарии к Писаниям, развилось духовное образование и духовный рост. И все это помогло нам сегодня различать грех от культурных традиций, церковных форм служения и так далее. И сегодня мы понимаем, что это большая между этими разница существует. И чтобы разобраться в вопросах, где истина, где традиция, важно разбить это, поставить в правильную категорию. Вот представьте себе, что здание стоит на четырех столбах. И если один из этих столбов перекошен, тогда всегда будет по жизни перекос. И вот четыре таких столба или категории нам важны всем верующим знать. Первый столб или категория – это абсолютная истина. Туда входит также понятие греха. Это основано не на мнениях людей, очень важно, а на Слове Божьем. Это, например, что Бог творец всего. Это истина, это дай аминь, никто с этим не спорит. Что мы спасаемся по вере. Например, грех, обман, блуд, пьянство – это грех во всех культурах. Он и в Африке грех, и во все времена грех. И за эту истину стоит сражаться и даже умереть. Вторая категория или второй столб – это церковные постановления. Это просто форма служения, это порядок. Например, у нас в церкви не хлопают, у вас хлопают. У нас молятся на коленях, у вас молятся сидя, у вас приветствуются в губы. А во Франции, например, приветствовались щека к щеке. И это были и мужчины, и женщины. А кто здесь как бы прав? И все истолковывали, интерпретировали это как на основании Библии, как приветствие святых. Третий столб или категория – это личное убеждение. Это какую музыку можно слушать? Естественно, христианскую. Но все слушают христианскую, и мы иногда осуждаем, какой стиль музыки они слушают. Хоть она и вся называется христианская. Какие книги можно читать? Можно выпустить целый список, каких книг можно читать, каких нельзя. Но как только вы закончили этот список, сразу же нужно выпускать новые, потому что выходят новые книги. Вы не успеваете за этим списком. Например, сколько часов можно смотреть телевизор, какую одежду цветом одевать – это уже категория личных убеждений. И четвертое, последнее – это уже опыт и практика нашего служения. Это можно объяснить тем, что не все детально прописано в Писании. Например, как часто в церквях должно проходить служение причастия. В наших славянских церквях это один раз в месяц. Когда я жил во Франции, это было каждую неделю. Но в Писании не написано, как часто оно должно быть. Но мы знаем, что оно должно быть. Или, например, вопросы водного крещения. В некоторых церквях людей крестят сразу же, в тот же день покаяния, в тот же день их крестят. Мы уже в наших церквях предпочитаем вопрос сначала подготовить, пусть они пройдут курсы, и потом мы их крестим. И здесь практика, опыт служения показывает, что это более лучше. Лучше человека подготовить, обучить, а потом крестить. Результаты будут лучше. И вот это четвертая категория. Если мы правильно классифицируем, вот это все разбиваем в правильные категории, у нас не будет вот этих перекосов. И вывод какой, что где-то нужно быть категоричным, бескомпромиссным, а где-то вообще не стоит за это ссориться и как-то портить отношения среди родственников, терять друзей, отношения и так дальше. Важно различать, где грех, а где просто церковные другие формы служения или постановления. И самое последнее, хотел бы обратиться ко всем служителям и церквям. Давайте, пожалуйста, не будем осуждать другие церкви, если у них другая форма служения, другой стиль, если у них другая музыка, если они поклоняются Богу не так, как мы. Но это же не есть грех. Но здесь есть, друзья, опасность. Если мы будем унижать и осуждать такие церкви, ваш сын может оказаться в той церкви, и тогда мы попадаем в проблему. Поэтому нам важно различать. Спасибо. Спасибо всему, Богдан. Мы с Богданом давно знакомы. И я даже, несмотря наше длительное знакомство, хочу сейчас уточнить один момент перед тем, как задам тебе вопрос, если можно. Если это тебя огорчит, ты меня простишь? Потому что если ты меня не простишь, я даже спрашивать не буду. Все помолятся за меня, чтобы Бог мне дал силы простить. Хорошо. Значит, простишь. Богдан, это правда или нет? Я могу ошибаться, потом проясни ситуацию. Это правда или нет, что где-то когда-то я видел фотографию, где ты носишь серьгу? Если что, потом вырежете, но я шучу. Да, это правда. У меня было пробитое ухо. Ни в коем случае это нельзя вырезать. Это Франция с тобой сделала? Это Франция сделала. За пять лет. Влияние культуры. Спасибо за откровенность. Да. Признаться было сложно в такой аудитории. Но сейчас ты вернулся. И совет... Да, вернулся в нормальное положение. И советую сейчас всем не пробивать ухо. Спасибо, Богдан. Нос. И нос не пробивай. Спасибо за откровенность. Я думаю, что в ходе беседы мы можем к этому моменту вернуться. Но в любом случае наше время быстро бежит. Я очень поддерживаю то, что сказал пастор Богдан. А именно здесь есть мнение и убеждение. Убеждение – это то, за что наши родители штрафы платили. Убеждение – это то, что считали истиной. Даже если ошибались. Например, старообрядцы считали, что нужно креститься двумя перстами. Пришел Никон, пришли новые реформы в Русскую Православную Церковь. И он сказал, что будем креститься тремя перстами. По сведениям историка Санникова, до 20 тысяч людей православных сами себя сожгли в знак протеста этим нововведением Русской Православной Церкви. То есть человек никогда не пойдет на самоубийство, если прямо говорить, в такой форме, защищая истину, радикальной, уничтожая себя и свою семью, если он это не будет считать истиной. Значит, эти люди твердо считали, что они умирают за истину. До 50% православного населения ушло в раскол. Люди бросили нажитые места, ушли в скиты, в Сибирь, бедствовали, замерзали в дороге. За что? За то, чтобы креститься двумя перстами, а не тремя. И получается, вот даже картина Сурикова, боярыня Морозова, она там в цепях ее везут на казнь, и она, или там в ссылку, и она показывает, что я умру, но я буду креститься двумя перстами. Другими словами, убеждение – это очень серьезная вещь. Мнение, как сказал Богдан, это совершенно другое. В мнениях вы должны быть гибкими, уступчивыми, снисходительными, вмещать других людей. А вот разобраться, я отстаиваю мнение или духовное убеждение, оказалось очень непросто. Более того, я заметил, что большая часть наших споров происходит в области мнений, а не истины. Очень немногие люди так глубоко знают истину и готовы так серьезно сражаться за истину, в основном в церквях делятся и ссорятся из-за мнений. Павел написал, немощно в вере принимайте без споров о мнениях. Оказывается, мы спорим о мнениях в своем большинстве. Несколько писем, которые я получил после серии своих проповедей на тему стереотипов, и они вызвали очень много разной реакции. Фрагмент письма. Он пишет из воспоминаний своей матери. Это насчет того, что не любите мира, не того, что в мире. Моя мама помнит, когда в церкви, которую она посещала, отлучили от церкви всех сестер за то, что они начали носить бюстгальтеры. Тогда это было новшеством в Советском Союзе, и всех, кто следовал этой моде и духу времени, руководство церкви отлучало. Потом все эти женщины должны были прилюдно покаяться за свое увлечение модой, после чего их снова приняли в ряды церкви. Вот такой акт позора имел место, когда мы видим, уже сейчас, годы спустя. Не верится, что такое могло быть, просто уму непостижимо, но у меня возникает параллельно ряд вопросов. Вообще кто-то за это извинился? Кто-то покаялся за такое разрушение репутации из-за такое унижение порядочных людей? Второй вопрос. Кто-то выводы сделал, что, похоже, мода на прически, на одежду, да на все, меняется регулярно. Неужели мы продолжим таким образом унижать людей, бесчестить и так далее? Я лично помню человека, который попросился на встречу, сидел в моем комедите, мы были вдвоем, и этот человек был очень печален. Это был мужчина, лет на пять старше меня, и он рассказывал историю своего дальнего детства. Видно, что эта боль осталась, и он пронес эту боль через все свои годы. Он говорит, я ждал своего отца из ссылки, из тюрьмы, больше десяти лет. Мы все любили своего папу, и он сидел за веру в Бога больше десяти лет. Настал долгожданный момент, мы встречали его на перроне, и когда он пришел домой, и мы ужинали, и мы молились вместе, мой отец, герой веры, увидел, как одна из моих сестер одела колготки черные. Мой отец вышел из себя. Он ее так избил, что сам же отвез ее в больницу, потому что она бесчестила имя Христова, потому что она позорила его репутацию, потому что вся церковь из-за нее теперь или в ее лице видит дурной пример. Этот человек носил с собой боль, и я понимаю, какая боль в сердце у отца, который за имя Христова отсидел больше десяти лет. И теперь я задаю главный вопрос. Кто за этим всем стоит? Кто делает столько горя всего лишь из-за вопросов, которые не имеют никакого отношения к истине? Если Бог нам поможет сегодня в этом разобраться, мы избавим наши семьи и себя самих от очень многих ненужных и лишних опасений и напряжений в нашем обществе. У меня все. Спасибо. Спасибо, Алекс. В принципе, мы должны согласиться, что Бог, зная все человеческие запросы на земле, дал свое слово как инструкцию действовать и жить. Эта инструкция делится на два завета, новый и старый. И мы согласны, что все основные важные вопросы прописаны. То, что Бог считал важным. То есть не обманывайтесь ни блудники, ни прелюбудеи, ни малаки, ни воры, ни лихаи. Царство Божие не наследует. То есть конкретно есть прописание. А на все более мелкие вопросы жизни, которые возникали, возникают, и будьте уверены, как бы вы мудры не были, у вас будут возникать следующие вопросы, что их сделать. Апостол Павел пишет в послании Коринфянам. О том, что вы писали мне. Что они сделали? Они задали вопрос апостолу Павлу, потому что сами не могли найти на него ответ. И он дает свое седьмое Коринфянам. О том, что вы писали мне. Хорошо, мужу. И пошел дальше. Выкладывать свою мысль, которую не выкладывал Иисус Христос в своем учении. И это помогло христианам. Друзья, поднимем очи выше. Давайте поговорим о культуре Северной Кореи, Южной Кореи, Индии, которая приводилась в пример. Итак, там тоже есть своя культура и свои нюансы, и свои радости, и свои проблемы. Убеждения, традиции, предания. Отчего они родились? На все более мелкие вопросы жизни. Например, апостол Павел в том же послании пишет. Все мне позволительно, но не все полезно. Ничто не должно обладать мною. Вот, пожалуйста, правило. Вот, пожалуйста, для тебя определенная мерка, по которой ты можешь мерить что-то. Итак, человек живет, познал Бога, познал истину, идет за Богом, встречает ежедневные вопросы и начинает практиковать их решение. Сделал так, результат такой. Сделал так, результат такой. Вот, второй вариант правильный, благородный, красивый, принес успех. Значит, он убедился, что вариант второй лучше за вариант первый. И вот так, методом тыка, методом испытания, методом проверки, он и выработал часть правил, которыми назвал «У, я убежден, что это работает позитивно». Убеждения, когда они работают, уже родят традиции. Мы привыкли, что так надо делать, будет более успешно. А традиции, если они продлились в хорошем положении, они и составили предание. Так я расскажу своему сыну, а он пускай расскажет своему сыну, что не надо на горячую плиту ложить пальцем. Пускай это живет всегда. Правило, по которому я живу, не критиковать прошлое, а анализировать настоящее. Часть вопросов, которые братья в пример приводили, критика прошлого. Я не критикую их, просто привожу пример. Например, было время, когда в определенных церквях, в определенное время за часы ставили на замечание. И я считаю, что они были правы в то время. Почему я так считаю? Объясняю логически. Потому что в то время, когда появились первые часы, их стоимость была приблизительно, скажите мне, корова, две коровы, три коровы. Сумма стоимости часов была великая. И если человек приобрел часы за большую сумму, он имеет цель. братья, смотря на этого человека или на молодого, который сосредоточился на этой дорогой покупке, и ее носит не как часы, а носит его как золотой слиток. Вот так, всем показывает рука, мышцы все болят, он показывает всем. Пришло время, у меня на руке часы, которые стоят, наверное, пять долларов или четыре. я им особого внимания не уделяю, потому что их себестоимость, если я их потеряю или разобью, она меня даже внутри не взволнует. Поэтому, если люди неправильно оценивали часы, и эти часы действовали на их недуховное состояние, гордости, надменности, превосходство над другими, то есть влияние на других, братья видели все эти букет неправильно растущих чувств, они делали просто срезали все сразу под корень. Снять часы и нет проблем. Лучше золотые зубы. Хозяин в церкви. И еще скажет и всем остальным. Значит, я анализирую братья и сестры и все слушатели. То есть анализировать, как наши деды и отцы решали вопросы, но они выжили, они многое сохранили, они нас подняли. Поэтому ихние ошибки не все были так, как мы их видим. Значит, пример часов я вам привел. Снова возвращаюсь к мысли. Чтобы правильно понять, значит, не надо заниматься прошлым, надо его знать, надо его аргументировать, надо посмотреть в корень, почему это было, но анализировать настоящее, чем мы живем и приносит ли оно нам пользу. Сегодня я пастор, я привожу какие-то мысли, а наше поколение, о котором мы сегодня говорили, оно на все задает вопросы. Объясни, расскажи. А мы не привыкли. Вопрос правильный, поэтому есть постановления логические, есть постановления нелогические, неработающие, поэтому их надо отменять. Зачем сегодня наш дом ограждать деревянным забором, который гниет, который краска опадает, который надо поддерживать, если есть пластиковый забор. Ну да, у деда был деревянный, у папы был деревянный забор, но я могу себе позволить пластиковый, который и снимет часть проблем моих. Вау, традицию нарушил. А почему бы и нет? А на свой срок, как пастор Джордж говорил, всему есть свой exploration day. Она свой срок прошла. Поэтому, снова же, ну чтобы взяться за какую-то традицию или убеждение, надо анализировать хотя бы с несколько сторон. Благодарю Богдана, пастора. То есть он рассказал о своих трех культурах, которых он прошел. Вот поэтому он такой славный пастор. А если еще ему две культуры добавить, таких посолидней, вот в Китае его поддержать или в Корее, поверьте мне, золотой будет. Спасибо. Богдан состоит из трех культур, его мировоззрение будет более обширное, как мое. Моисей, лидер израильского народа, он неречистый был и прочие вещи, минусы у него были, но Бог его взял. Почему? Потому что по крови он был еврей, по образованию египтянин, а по практике сорок лет в пустыне пастух. Вот три культуры, вот три традиции, вот три главных элемента, которые человек сложил, у него богатейший опыт выбрать более правильное, более подходящее, более работающие и более продуктивное. Дай нам Бог всем мудрости. Пожалуйста, Расислава. Я являюсь членом Американской церкви на протяжении шести лет, но у меня до сих пор нет серьги, татуировок, и я продолжаю носить носки, в отличие от других братьев, которые были здесь на сцене. Аллилуйя. Я считаю хорошим тоном, когда общество придерживается традиций. Хорошая традиция чистить зубы по утрам. Рассматривая новозаветную церковь, мы видим, что она принимала небиблейские традиции в своих постановлениях, ради того, чтобы приобрести язычников и ради мира и единства. Проблема назревает тогда, когда мы одухотворяем традиции и ставим их на уровень библейских истин. Богдан поделился своим видением четырех столпов истины. Мое видение немного проще. Я думаю, что нам необходимо рассматривать всего лишь три столпа истины, но их нужно четко обозначить. В прошлом все, что было обозначено неверно, для многих стало причиной отдаления от Христа, разочарования, верии в Божьем Слове. Когда мне было 9 лет, я стал свидетелем того, что молодой человек был исключен из членов церкви за то, что надел джинсы на базар. В моем понимании есть три столпа истины. Библейская истина, устои общества и личное убеждение. Все наши трудности здесь. Библейские истины ясно обозначены в Божьем Слове. Они не изменяются со временем, не зависят от географического положения. Библия четко говорит нам, кто есть Бог и Христос, что такое спасение, оправдание, но также ясно указывает на грех, убийство, порнография, мужеложество, сплетни, идолослужения, пьянство, внебрачные половые отношения. Независимо от того, как вы характеризуете эти явления, Библия говорит о них вполне определенно. Не нужно принимать за абсолют все, что написано в Библии, но только самое важное. Есть уйма аспектов, которые мы называем библейской истиной, но они совсем не таковы. Например, женщины носят брюки. Основываясь на пятом стихе 22 главы Второзакония, где говорится, чтобы женщины не носили мужской одежды, мы утверждаем, что это библейская истина. Тем не менее, шестью стихами ниже сказано, что запрещено надевать льняные и шерстяные предметы одежды одновременно. Каким-то образом мы приняли пятый стих за истину, но проигнорировали одиннадцатый стих. Не лицемеры ли мы, когда так делаем? Я считаю, что у нас не так уж и много библейских истин, а те, что есть, ясно определены в Божьем Слове. Второе — это область общественных устоев. Это ориентиры, которые церковь или динаминация должны использовать в целях евангелизации и единства. Об этом написано в Деяниях апостолов в пятнадцатой главе. После обращения язычники продолжали покупать дешевое идоложертвенное мясо и ели его. Они верили Павлу и Петру, молились молитвой очищения и ели дешевое мясо. Таким образом, в церкви произошло разделение между язычниками и иудеями. Было много обиженных. В пятнадцатой главе Деяний церковь собралась, когда в России христиане и иудеев обратились к язычникам. Ребята, мы не будем принуждать вас обрезываться, но мы просим вас не есть идоложертвенное, мясо задушенных животных, и не пить кровь, чтобы способствовать евангелизации и единству в церкви. Мы знаем, что это не библейские истины, но, пожалуйста, соблюдайте эти новые устои. Я считаю приемлемым, что церковь, наставляя своих членов, настаивает на принятых ей устоях. Устои могут быть разные. Служение в субботу или воскресенье, стиль прославления, женщины, учителя в церкви, структура лидерства, алкоголь. Кто-то из вас абсолютно против спиртного. Я лично так воспитан, поэтому у нас в церкви мы пьем виноградный сок на три части. В некоторых церквях позволительно употреблять алкоголь. Хотя вы сами знаете, чем это заканчивается для некоторых. Также церковь может принимать устои по поводу омовения ног или покрытия головы. Я должен кое в чем признаться. Когда я был молодежным пастором в довольно консервативной славянской евангельской церкви, мы пошли против церкви, и на наших встречах было прославление. Мне нужно покаяться в том, что, будучи молодежным пастором, я был бунтарем, я шел против принятых устоев церкви. Церковные устои складываются не столько для того, чтобы отделить черное от белого, но для единства церкви. Библейские истины мы публикуем на странице сайта, а церковные устои мы преподаем на уроках для членов церкви. Если ты хочешь стать членом нашей церкви, тебе нужно принять то, чему мы придаем значение. Если вы приходите в конкретную церковь, уважаете принятые там устои. Обращаясь к пасторам, я сказал бы, что неразумно изобретать уйму церковных устоев. Со временем из-за их количества вы сами перестанете следовать. Не нужно городить устои. Третья область, или столб истины, это область личных убеждений. У нас немного библейских истин, еще меньше устои в церкви, но нам нужно множество, масса личных убеждений. Если вы Вадима Духом Святым, он вам подскажет, пользоваться вам социальными сетями или нет. Например, мое личное убеждение, что пользование ТикТоком — это грех. Но некоторые из вас используют ТикТок для славы Божьей. Но по моему личному убеждению, ТикТок — это грех. Также Дух Святой подскажет вам, в какую школу отдавать детей. В общеобразовательную, частную, или они будут учиться дома. Какие фильмы, телепрограммы вам смотреть. Библейская истина здесь. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, о том помышляйте. А вот то, как вы это толкуете, есть область личных убеждений. То же касается и видеоигр, пищи, употребления мяса, карт, домино, языка общения дома, вакцинации. Можно ли смотреть игру «Сихокс»? Если вы болеете за «Фортин Найнерс», это, конечно, грех. А за «Сихокс» нормальный. Мы живем между двух крайностей. Первая – это отвержение библейских истин. И этому следует большинство культур вокруг нас. В то время как масса людей за стенами этого здания отвергают библейские истины, нужно возвращаться к ним. Вторая крайность заключается в том, что многие люди не хотят менять свои личные убеждения относительно устой в церкви библейских абсолютов. Они сеют раздоры и рознь в церквях до тех пор, пока их личные убеждения не будут приняты за устои этих церквей. Я думаю, это тоже неправильно. В церкви должны быть прописаны общепринятые устои. Все остальное – личные убеждения. Я считаю, что самое главное в церкви – мы должны учить, как людям слышать голос Духа Святого, а вот Он научит, как выстроить границы личных убеждений. Нам следует направлять людей к Духу Святому, чтобы Он, в свою очередь, научил их, как сформировать личные убеждения. Хочу поделиться с вами болезненной историей из моей жизни во время моего становления как лидера молодежи. Я любил и уважал Дэвида Вилкерсона. Мы читали его проповеди. Для нас он был мужем Божьим. А в нашей церкви аплодисменты считались грехом. Рукоплескание считалось харизматией, и было хуже некуда. Однажды я посетил церковь на Таймс-сквер, и там хлопали. Представьте, какой конфликт был у меня в сознании. Ведь мы одновременно восхищались Дэвидом Вилкерсоном как мужем Божьим, и вознесли запрет рукоплескания до библейской истины. Как-то не срасталось. Муж Божий Дэвид Вилкерсон и библейская истина запрет рукоплескания. Когда в церкви не принято рукоплескать, это нормально, это может быть, но давайте не будем это считать библейским абсолютом. Вы занимаетесь лжеучением. Нас организаторы призвали быть честными, откровенными. Я хотел бы подметить одну деталь, которую я думаю, что то, что мы здесь обсуждаем ошибки служителей или пасторов, один из вопросов был, можно ли думать, что это был какой-то лукавый ход или какая-то манипуляция. Я думаю, что нам важно понимать, что есть некоторая информация, которая может быть полезной для некоторых. А для некоторой категории людей эта информация может убить. Она им не по зубам. Что я имею в виду? Когда мы говорим об ошибках служителей и пасторов, то здесь есть опасность. Опасность есть в том, что мы этим самым можем подрывать авторитет служителей, так как эта информация потом выходит в эфир. Я не согласен с вами в каком-то смысле. Вот о чем я подумал. Какие песни можно было петь во времена моей молодости? Старейшины говорили нам, эти песни написаны по вдохновению Духа Святого, они дарованы ангелами. Знаете, песня... Я хочу с тобой поговорить. Она была написана под влиянием Духа Святого. А я тогда встретился с автором, Николаем Панкратцем. Когда он писал эту песню, у него были длинные волосы, а сам он был участником рок-группы, колесящей по Соединенным Штатам. Рок-музыка, свет. И он говорит, я написал эту песню. И я когда услышал это, подумал, похоже, мы порой называем духовным то, что не следует так называть. Я с этим согласен. Моя как бы главная мысль была в том, что это полезно анализировать и полезно признавать где-то свои ошибки. Важно только знать, кому эту информацию давать. Спасибо. Просто ситуация в том, что, например, если исходить из истории Лютера, Лютер любил свою церковь католическую. Он никогда не планировал делать там переворот и говорить что-то против Папы. Он говорил против, в том числе, скажем, индульгенций. Да? Что ты можешь приобрести себе там, сократить количество лет в чистилище. Он говорит, этого нет в Библии. И он рассчитывал, что руководство католической церкви прислушается к этому, пересмотрим эту доктрину, поправим. Но получилось ровно наоборот. Те сказали, ты на кого поднял пету? Ты вообще кто такой? И получился раскол. Конечно, Лютера потом понесло. Он тоже красавчик, умел обзывать, унижать. Все это как бы неприлично, я считаю, для верующего человека. Но основная мысль здесь, не надо имен называть, но надо разобраться, или действительно мы отстаиваем библейские какие-то истины, или это всего лишь, как прекрасно объяснили уже наши братья, элементы культурные. А вот в отношении, например, Ростислав, ты сказал, что Дух Святой подскажет, Дух Святой тебе как точный индикатор покажет, я бы здесь еще одно уточнение сделал. Если твои убеждения неправильные, я считаю, что тебя может угрызать совесть, донимать совесть, но не Дух Святой. И здесь очень сложно разобраться, потому что Дух Святой обличает действительно на основании истины, когда ты идешь против божественной какой-то заповеди или поступил неправильно. Но бывают вещи, когда ты просто неправильно научен, и ты подвергаешься угрызению совести, но это не есть обличение Духа Святого. И здесь очень тонкая такая грань – разобраться, потому что много спекуляций на этой теме происходит. Интереснейший текст Иоанна, где вы помните, где он написал, если сердце ваше осуждает вас, то кольми пачи, опять же язык сегодня говорили, что желательно бы уже перевести на более современный язык, что оно такое кольми пачи, кольми пачи, надо посмотреть какие-то комедии, кольми пачи имеется в виду «тем более», «более того». Еще раз читаем Иоанна. Если сердце или совесть наша осуждает нас, то тем более Бог, потому что Бог больше сердца и знает все. Это в русском синодальном переводе. А в английском переводе по-другому написано. Вот сейчас мне будет интересно узнать, потому что я поднял другие переводы, русские, уже современные. И они пишут так. «Мы знаем, что принадлежим истине, и даже когда наше сердце осуждает нас, мы все же можем обрести мир перед Богом, так как Бог больше наших сердец и знает все». И еще один перевод. И даже если наше сердце, то есть совесть осуждает нас, мы можем успокоить его, сердце наше, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Оказывается, что сердце может осуждать на основании каких-то там своих версий, но Бог больше сердца и истинно больше моих узких человеческих убеждений. Поэтому мы можем успокоить нашу совесть, если действительно моя совесть говорит вразрез с голосом Духа Святого. Братья, я предлагаю сделать следующее сейчас. Если можно, каждый назовите несколько традиций, которые изжили себя с приезда в Америку. То есть вы приехали в Америку, какие-то традиции они работали, служили в церкви, но они как-то понемножечку ушли. Если можно, пожалуйста, Богдан, пастор Александр, пастор Рассел, пастор Аркадий, по несколькой традиции. Мы приехали в Америку, и мы увидели перемены. Пока, братья, думаю, давайте я первое скажу. Традиция молиться на коленях. Она в большом проценте, под процентов 90 в бывшем Советском Союзе, она работала. Первая молитва в церкви, вторая, третья, дома, семья. Единственный вариант – это когда за пищу молились, стоя вокруг стола. И то традиция была и просить благословения, и благодарить Бога. И стоя. И стоя. Стоя. По приезду в Америку, традиция склонять колени, она уходит. Пастор Рассел. Я думаю, что на самом деле мы не отказываемся от определенной традиции, но меняем ее на другую. Ну, назови несколько традиций, которые изменились. Например, переход от использования одной чаши для причастия к нескольким. Это пример перехода от одной традиции к другой. Традиция, например, приветствоваться, целоваться в губы. Мужчины с мужчинами, женщины с женщинами. Так было в наших церквях. Я это помню. Я помню, как к нам приезжали иностранцы. Их сразу приветствовали. Они не знали, как реагировать. Это была наша часть культуры, традиций. По-моему, президент советский тоже так целовал в губы. Но со временем эта традиция ушла. Сейчас уже, как я рассказывал, во Франции, в щечку. Сейчас уже просто руку дают, а еще лучше просто дистанцию 6 фит. хай на расстоянии. Вот традиция ушла. Спасибо, Богдан. Поздравиться. Наверное, молитва «Отче наш». Помню, как начиналась церковь «Дом хлеба», как мои родители болезненно это переживали, что нет первой молитвы «Отче наш». Это было тяжело. Это было больно для старшего поколения. Но это всего лишь традиция. Это не плохо, не хорошо. Пастор Аркадий, вы сказали, например, за часы. То, что братья правильно поступали, что запрещали одевать часы, потому что они стоили две коровы. Не кажется вам, вот я хочу пастор Рассел, чтобы прокомментировал, не кажется, что братья становились и забирали роль Духа Святого. Вместо того, чтобы этот человек сам молился, разбирался, или он в город здесь упал, или просто у него возможность была часы купить, ему так сильно хотелось. И каким-то образом пастора взяли на себя роль заходить внутрь сферы, где такая серая зона, где человек должен сам находиться в духовном первом классе, втором, третьем, и принимать решения за них. И таким образом контролировать. Иногда, чтобы досконально понимать суть событий, нужно жить непосредственно в данный исторический период. Например, когда мне было 9 лет, в нашей церкви отлучали за ношение джинсов. Надевая джинсы для похода за покупками на рынок, вы демонстрировали преданность Западу. А это был всего лишь фасон брюк. Я за стиле одежды. Не стоит недооценивать, что христиане того времени были сконцентрированы на смирении. И мне понятен дух того времени. Но мне кажется, что в таких ситуациях нужно быть менее резкими, особенно выражаясь публично. Нам нужно иметь более мягкий подход. Не является ли большим искушением для пасторов, ведущих, которые держат власть в своей руке, прописывать законы, прописывать, давать реакцию и не отдавать выбор в руки людей? Например, сейчас можно прописать, некоторые церкви прописали против ковида, против этих вакцин, 666, и объяснили, что людям делать. Другие церкви занимают нейтральную позицию. И всегда есть вот это искушение занять позицию контроля и давать людей к себе. Вот я источник, и я направляю тебя. Ну, уже было прекрасно сказано о том, что нельзя в таких случаях, где дело касается каких-то бытовых вопросов, обозначать это как истину. В этом многие погрешают. Так проще удержать аудиторию, так проще добиться каких-то результатов, но ненадолго. Ненадолго. Люди потеряют доверие. Люди перестанут к тебе доверять, потому что ты спекулируешь, потому что ты не прав, потому что если ты с абсолютной уверенностью заявлял, что это является грехом, и это гневит Бога, через 15 лет это уже не гневит Бога, потому что ты в тех же самых джинсах, в таких же джинсах пришел уже в церковь, или твои дети пришли, но ты уже их не отлучаешь от церкви, как говорит Ростислав. Ну, ты лицемер, или ты не сориентировался во времени, о чем стоило бы теперь так же публично извиниться и покаяться. Почему? Потому что ты публично унизил того человека, которого тогда взял на замечание. Ты же делал это демонстративно, ты же делал это показательным для всех. Так показательно сегодня и признай, что ты переусердствовал, что ты слишком много на себя взял, что это был всего лишь культурный маленький аспект, а ты его возвел в ранг истины. Пастор Аркадий, можно вам вопрос? Я уверен, что у вас в церкви есть, как и у всех пасторов, самые лучшие традиции, которым вы придерживаетесь, предания, убеждения. Для того, чтобы вам достигать общества, достигать англоязычное общество, не только ваших детей и поколений, которые родились, а мы говорим за разные народности, что вам придется сделать, вот сейчас ваша церковь, для того, чтобы принять этих людей. Какие традиции вам придется изменять? Хорошие традиции, но чтобы вместить этих людей. Я не могу понять, почему мы многие говорим о том, что всю Америку надо привезти наши молитвенные дома. Наши молитвенные дома очень маленькие для всей Америки. Правильно я понимаю или нет? Почему мы говорим Паула, который всем был подвластен и всем должен быть? Давайте возьмем по-другому. Мы с Паулом решили, Павел к язычникам, а я к евреям. Божье проведение Павел к язычникам, Петр говорит, а я к евреям. Все, брат, у тебя получается с язычниками, благослови тебя Господь раз. Благослови они тебе в Вашингтоне, у кого там в Сакраменто, благослови они тебе в Сакраменто. Подождите, какая логика вещей? Умный папа, когда растут дети, он всех не держит в одном апартменте, в одном доме. Умный папа их отселяет, чем побыстрее, тем получше. То есть, если ты пастор, веди в ведение евангельское, проповедь евангелии, евангельские группы, действия. И как только появились люди, по-другому мыслившие, по-другому говорящие, покрестил их, и им апартмент снял на первое время, и живите. Мне больше года буду платить, я там сниму все остальное. Следующий апартмент снял. Пускай, благословляйте, с наших церков, братьев, проповедников, знающих английский, открывайте английские церкви, благослови их, Господь. Давайте, берите на заметку. Зачем всех тянуть в один молитвенный дом? Ну, он лопнет. Пастор Аркадий, извините меня, спасибо, сказка о рукавичке. Почему мы создаем рукавичку? А это наше мышление славянское. Особенно пастыря заходят в определенный возраст, и они думают, что он до пришествия Христа незаменимый, и все люди под ним. Простите меня, братья. Вот мой взгляд, а несколько другой. Что касательно личного призвания человека, вашего, моего, его, Павла или Петра, то Бог обозначает географию служения и говорит, я посылаю тебя на путь к язычникам. Нравится тебе это, не нравится? Похоже, Павлу не очень нравилось. Он побежал к евреям, и у него не получилось там. Потому он услышал изначальное послание и несколько раз утверждает, я истинно говорю о Христе, не лгу, я поставлен апостолом и учителем для язычников. Значит, это для Павла так, но не для церкви. Церковь Христова, там нет ни иудея, ни язычникова. Церковь Христова, там нет ни мужского пола, ни женского. Церковь Христова, там нет ни раба, ни свободного. Все классы общества того времени были аннулированы. Их нужно убрать. Классовость церкви должна уйти, насколько это возможно. Христос должен стать общим центром, где мы все преодолеваем свою гордость, свои преференции в глазах других людей. Я считаю, что на то она и церковь. Но получится ли у нас это или нет? Вряд ли. Потому что люди все равно держатся классово. Каждая церковь с разной формой служения, вот это вывод важный, служит определенной категории людей. И вот церковь, которая имеет вот такой стиль, у них там три песни поют подряд, или у них вот такая музыка, более быстрая, у тех более спокойная, они достигают тех людей, которые, возможно, ваша церковь не достигает. И если мы понимаем, если мы работаем не просто только на свой авторитет, только на свой уголок, бренд, тогда мы должны радоваться тому, что есть церкви разных стилей, разных форм, разных церковных постановлений. Но у нас, я замечаю, вот у славян как бы настолько есть вот такая тенденция, что вот так как у нас, у нас мы самые правильные, мы самые святые. И когда даже вот этот вопрос идет, вот они харизматы, вот иногда вот говорят, ну у них, как вот церковь, что вы можете сказать за эту церковь? И человек так глаза опускает, говорит, ну у них харизматическая форма служения. И я не хочу унижать этих людей, я просто хочу, чтобы мы были честны, мы этим унижаем, мы этим имеем в виду, что они не такие духовные, они не такие правильные. Хотя на самом деле мы даже не до конца понимаем, что такое харизматы. Вообще слово харизма, если разобраться, это вообще другое значение. Но у меня сейчас вопрос не защищать харизматов. Я вообще консерватор, если вдруг вы на всякий случай... Сколько тебе это? Потом скажу. Есть вещи в моем духовной практике, которые я могу видоизменить ради, ради призвания, которое Бог дал и поставил на мою церковь. Ради того, чтобы открыть англоязычный поток в моей церкви. Ради того, чтобы спасать другие нации в городе, в который в стране Бог меня перевел. И вопрос, вот самый большой вопрос. Как я могу это делать, чтобы меня не судила совесть? Потому что совесть, то, что пастор Александр подметил, очень сильно осуждает на основании наших убеждений. Вы сами свидетельствовали, как ты мучился с хлопанием. Я помню, как я долго мучился. Я просто наслаждался проповедями Джойс Майер. Но ее сережки отправляли ее в ад, в мое мышление, которое мне с детства насадили. Несмотря на то, что я в 17 лет покаялся, и вчера я крал машины, и занимался беспределом, Бог меня поменял, но религиозность, извиняюсь за такое слово, когда употребляю религиозность, или вот эти форматы, которые были так глубоко, они не давали мне возможности даже духовно питаться с других источников, перемыкали. Вопрос. Можете дать эту формулировку для человека, который может вынести что-то для того, чтобы перенять решение, приносить перемены ради своего призвания? Когда приходят спорные вопросы, разобраться, это относится к категории абсолютов? Это истинный? Или это просто мнение? Вот это важно разобраться. Нам нужно друг другу всем напоминать. Вот в любых спорах, на братских советах, в беседах, за столом. Друзья, о чем мы спорим? Это истинный, абсолютный? Или это просто мнение, стили, формы? И сразу половина вопросов решается. Это, я думаю, очень важно. Полностью согласен, готов поддержать Богдана в этом отношении, если это абсолютная истина. Но для этого нужно полистать Библию, для этого нужно поставить восклицательный знак и сказать, мы этой границе переступить не можем. Если это бытовой какой-то момент, нужно людей учить быть гибкими, снисходительными, вмещать других людей, сговорчивыми, тогда наш коллектив будет разрастаться. Пастор Аркадий, Ваша формулировка. В согласии с братьями, что есть вопросы основные, которые Евангелие уже определило, и по-другому их не будет решать. Там точка стоит. А все другие вопросы, которые относятся не к главным, то если мы любую вещь повторили два-три раза, это уже традиция. Я в восторге от того, что все мы едины в понимании библейских истин. Мне приятно, что мы решительно и открыто озвучиваем здесь и сейчас наши закулисные обсуждения небиблейских доктрин, а Евангелии процветания или того, что пасторы – маленькие боги, которые приказывают большому богу служить им. Мы все едины в понимании библейских истин, и мне кажется, это стоит отметить. И еще хочется рассмотреть аналогию колебания маятника. Вот маятник качнулся в одну сторону, много запретов и недозволенного, но затем маятник качнулся в другую сторону, уже разрешено употреблять спиртное, играть в видеоигры, пропускать служения в церкви, слушать всякую музыку, пользоваться всеми видами социальных медиа, смотреть фильмы всех жанров. Возможно, теоретически это не грех, это препятствует нашему духовному росту. Думаю, важно понимать, что, живя освященной жизнью, я сказал бы, что могу делать все перечисленное раньше, но я не буду этого делать. Напротив, я буду молиться, буду послушен Духу Святому, буду читать Слово Божье. Жизнь, посвященная Богу, важна всегда. Да, теоретически, ты можешь позволить себе все, что мы перечислили, но знай, это повлечет промахи в твоей жизни, все это лишит тебя времени в Господнем присутствии. Вот что важно. Спасибо, пастор Руссел. Давайте мы поблагодарим наших пасторов за участие. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok